Машины стоят как на выставке. В два ряда от больших до маленьких. Снегоуборочные, водооткачивающие, автомобили с жидкими твердыми реагентами, грязевые помпы. Вся эта техника находится на службе городу и в случае чего готова к работе. Например, этой промывочной машине на базе Крас-53 по-настоящему гордятся. Моет и выкачивает. Она подходит абсолютно для любых канализаций, при этом не разрушая трубы. Емкость для воды способна вместить 6 тонн. Машина, хоть и советская, но ни за какие деньги ее не готовы променять на импортную. Проверено временем. В Краснодаре мы снимали аварийные ситуации и в Крымске, и в Сочи. В принципе, эта техника работала вообще по всему Советскому Союзу. От Минска до Красноярска. И Урал, и все крупнейшие металлургические заводы. И не только металлургические, крупнейшие предприятия России мы работали. И пригнали эту технику сюда не случайно. В начале месяца в краевой столице сильный дождь не прекращался практически 9 часов. За это время выпало около 55 миллиметров осадков. Столько выпадает в среднем за весь месяц. Водооткачивающая техника работала в режиме нон-стоп, переезжая из одного квартала к другому. На ликвидацию последствий ливня были брошены все силы. Техника есть, но на тот момент привлеклась она не в полном составе. Об этом говорили на экстренно организованном заседании КЧС в городской администрации. Мэр Кубанской столицы Владимир Евланов и руководители ответственных департаментов и управлений разбирались в причинах потоплений улиц и искали новые способы их предупреждения. Тогда-то и было отмечено, что не все службы сработали оперативно, а их несогласованные действия – одна из причин, почему ливень стал такой проблемой для города. Еще одна причина – несвоевременное обследование ливневых канализаций, особенно в центральной части города. У нас есть территории города, в которых ливневые системы работают плохо, по непонятным причинам. Еще раз повторяю, я уверен о том, что у нас не работает в полной мере ливневая канализация улица Красная, Северная, Октябрьская. Всегда вода там уходила. Это явно, что где-то что-то не работает. Ливнеприемные колодцы, либо засорена где-то ливневая канализация. Ливнеприемные колодцы не прочищаются в течение необходимого периода времени в полной мере и обнаруживаются только в том случае, когда пошел ливень. Не принимают воду. Впредь такого быть не должно. Глава дал распоряжение составить полный список всей специализированной техники в городе. Кроме того, на заседании КЧС была создана рабочая группа, которая займется формированием новой схемы предупреждения и ликвидации подтоплений. В нее вошли руководители соответствующих департаментов и управлений города. Я одним из главных моментов работы этой рабочей группы ставлю вопрос о создании дееспособной организации, которая могла бы обеспечивать в городе работу всех ливневых систем и насосных станций. Потому что на сегодняшний день мы страдаем, потому что ее нет. И презентацию техники устроили, чтобы, так сказать, не на словах, а на деле убедиться в реальном наличии и исправности оборудования. Всю ту технику, которая у нас значится в реестре, та, которая у нас в постоянной боевой готовности, проверку договоров, проверку технического состояния, потому как синоптики ничего, скажем так, хорошего и радостного нам на ближайшие месяцы не обещают. Поэтому задача главы проверить готовность той техники, договора с которыми у нас заключены. Полный список всей специализированной техники в городе составлен был. Но демонстрации подверглись 19 авто. Они представители всех технических возможностей. Каждый округ отчитался о том, какие резервы они имеют на случай экстренных ситуаций. И какие-либо неточности в цифрах не приветствовались. Сейчас состоит задача, поставленная Владерлашем, определить четко, что у нас есть живого, не гипотетического, не в Сочи, не в другом каком-то районе, что у нас есть в городе Краснодаре. Должна быть дежурная смена, которая должна четко закрыть город, дежурная смена, которая в постоянной готовности. И усиление в течение часа. Это та ситуация, которую мониторит подразделение Николай Ирославович, и которые четко видят по количеству упадений осадков, по силе и так далее, сколько надо добавлять. Проверялась техника не только для ликвидации подтоплений. Снегоуборочная тоже осматривается и подготавливается уже сейчас. К примеру, были выставлены машины для разлива жидких реагентов. Судя по прошлому году, она показала хорошие результаты, помогая избавляться от обледенений. Собственно, как и вся остальная техника, в исправности и боевой готовности. После осмотра заключение одно. Базис для ликвидации ЧАЭС в городе есть. Не хватает только одного. Мы понимаем, что в городе есть необходимое количество техники. Она находится в удовлетворительном состоянии. Поэтому поручения даны были следующие. Мы сейчас определяем непосредственно привязку компаний, которые владеют данной техникой, к определенным местам в городе Краснодаре. Потому что мы уже четко знаем, где по, скажем так, результатам выпадения каких-то мощных, серьезных осадков у нас возникают проблемные ситуации. Поэтому сейчас просто каждый округ непосредственно сделает расчет техники, которая будет закреплена именно за территорией каждого округа города Краснодара. Есть резервы и есть возможности, чтобы выполнить поставленные задачи. И городу было, что противопоставить самым неожиданным и сильным осадкам.